Кузнец это одна из самых важных, сложных и мистических профессий, которые изучают и продолжают изучать человека. Она зародилась в те далекие времена, которые мы называем Железным веком. Сегодня в Столерамо на фестивале кузнечного искусства. И здесь будет жарко. Поехали! Кузнецы Кузнецы были первыми в своем роде техническими специалистами человечества. Сейчас, видя масштаб наших предприятий, сложно даже представить, как кто-то когда-то случайно обнаружил, что руда, считайте просто камень, под воздействием высокой температуры размягчается, а после при охлаждении затвердевается. Предки наших столеваров должны были догадаться расплавить горную породу и понять саму суть процесса. И никакой информации не было, не загуглишь. Кузнечное ремесло – одно из древнейших, оттого и довольно загадочное. Кузнец, раньше чем другие мастера, должен был бросить заниматься прочими делами, например, пахать или заниматься хозяйством. Должен был полностью сосредоточиться на своем занятии. Впрочем, крестьянам это было не всегда понятно, оттого и казалось мистическим. Вдобавок, из-за опасности возгорания, кузнецы обычно поселялись на дшипе, что создавало дополнительные слухи. Поэтому кузнецы часто считались шаманами, позже колдунами, связанными с дьяволом или темными силами. Но сегодня эти все поверья улетучили. И особый статус у современных сальваров все-таки остался. В мирное время, когда спрос на оружие и железо сокращался, кузнецы древности изучали более сложные аспекты своей деятельности и изготавливали предметы обиходов. Естественно, со временем железо стало материалом и для художественных изделий. Вот на фестивале, который как раз позади меня, Метеллевое сердце Украины, современные кузнецы соревнуются как раз в художественной ковке. Фестиваль проходит в ровно уже восьмой год. Темой фестиваля в этом году стала женская красота, а центральной скульптурой металлическая фигура двух подруг во время шоппинга. В этом году здесь собрались более 80 мастеров. Задание, над которым работали мастера, стала ковка женской обуви из листа металла толщиной 3 мм. Естественно, такая сложная работа не может быть выполнена за один день, поэтому участникам разрешилось привести с собой наработки. Параллельно проходил конкурс скульптуры на тему зеркальца для красавицы. Объемная скульптура более 1 метра в высоту или ширину. И это вам не просто рамочки для зеркал, а готовые объемные произведения из металла, насыщенные образами, историческими отсылками и символами. С наступлением индустриальной эпохи Кузнец стал одним из основоположников технического прогресса. Именно он создал компоненты и части для машин, совершивших промышленную революцию. Поскольку машины стали большими и более сложными, потребовались кузнецы с соответствующими навыками для производства необходимых запчастей для них. Уже к концу 19-го столетия возведенные заводы производили огромные объемы металла и менее трудоемко, чем могли бы кузнецы. Машины, в постройке которых кузнецы принимали самое деятельное участие, вскоре заменили их самих, но им на смену пришел Столевар. Но это уже совсем другая история.